Что произошло? Ну, я сижу в своем блоге и пишу про то, что происходит. А вдруг мне стали поступать анонимные какие-то наезды по поводу того, что Николаев Кочунник, мы тебя посадим со стороны каких-то странных людей. Потом выясняется, что эти самые люди, которые выиграли суд у Ерофеева, и которые были на нас, конечно же, обижены за то, что мы с Викой сделали серийный репортаж, где показывали, в общем-то, их неадекватность и глупость. И, на самом деле, иначе как месяц это не воспринял, потому что та работа, на которую они зацепились, она выставлялась как минимум в три раза в известных московских галереях, я не буду называть каких, чтобы их себе представлять. И это там очень сильно пиарилось, чуть ли не фурнале афиши. Выставка соответствует своему названию. Это концепция Антона Николаева. Выставка называется «Инфраструктура». Она была посвящена внутренностям города, исследованию его внутреннего какого-то существа, и сопоставлению человека и этого организма города, и какой-то их связи. Поэтому мы взяли развязку, место, где одновременно присутствует туннель, железная дорога, водный канал, ну и так далее. Там же внутри где-то проходит метро, то есть это настоящие кишки города. Это была выставка о встрече художника с городом. То есть обычно галерея это «Вайт Кьюб», да, где нужно выставлять очень четкие, очень понятные проекты, чтобы у них был месседж, да. А мне хотелось бы провести такой эксперимент. Идите на улицу и делайте обо что, и улица вам даст новый вкус. Мы пригласили людей просто прийти и вывесить на определенном участке свои работы. И нас критиковали за то, что у нас не было кураторского отбора, и многие работы как бы не соответствовали какой-то первоначальной заявленной идее. Да, это была такая уличная встреча, уличная выставка, абсолютно несанкционированная, где на стену в малолюдном месте мы повесили наше заявление по поводу того, что происходит в детских домах, о том, как в одном из детских домов Тульской области милиционеры мучают детей, и священники их покрывают. И мне вот эти образы детей святых в странных каких-то ситуациях, со свинками, такие немножко озлобленные, немножко испуганные такие дети, да, показались просто гениальные иллюстрации для того, что происходит, для того, что на самом деле творится в стране. То, что мы там делали, никаким образом не могло никого оскорбить. Если нашлись люди, которые что-то выдернули из контекста, теперь расклеивают по углам, призывая своих соратников и близких по духу людей возмутиться, оскорбиться, я считаю, что именно этот жест является оскорблением и возбуждением. Именно это и есть экстремизм. Ну, там каким-то образом религиозная символика использовалась, как мне показалось, невинной, причем она была сделана верующим человеком. Я это знал. Часто сравнивают ситуацию с этим судами над искусством, ну, и, соответственно, и наша туда попадает, с европейской ситуацией, когда мусульманские выставки, это карикатурный скандал. Мне кажется, что это не одно и то же, потому что разные ситуации в Европе и у нас. Там нет вот этой стены, которой бесконечно нужно двигать художнику, да, или прививать в ней там щели, какие-то дыры, и пытаться в них пролезть. То есть задача искусства – это расширять границы, да. Там их сложно просто нащупать и определить. То есть ты приходишь и говоришь, я хочу сделать выставку в жопе. Находится человек, который отвечает за эту жопу, говорит, окей, вот тебе ключи, только, пожалуйста, чтобы никто не пострадал. Это нормальная практика. В России же ты говоришь, я хочу сделать совершенно приличную, безобидную выставку вот здесь вот на ровном месте на улице. Тебе говорят, нет, получи 35 справок, разрешение, чтобы было 80 милиционеров на 10 участников и зрителей. И только тогда, может быть, мы тебе разрешим. Еще деньги заплати. И главная проблема в том, что у нас художественное сообщество не может никак на это реагировать. Ни журналисты, ни художники, да, ни общественные организации, да, ни с той, ни с другой стороны, ни с нашей либеральной, ни с их консервативной не умеют это делать, да. Они либо злобятся, да, либо там чуть ли не киллеров нанимаются, либо такие подлые процессы устраивают, да. Выставка была абсолютно безобидная, уличная. Мы настаивали на том и продолжаем настаивать, что улица – это свободное пространство, принадлежащее каждому гражданину и тем более художнику. Это пространство для творчества и самоображения. Продолжение следует...